Крышка для сковородки Крышка часто используется и в качестве тарелки То желательно иметь дополнительную крышку для котелка Ну и я хочу сказать, что все те крышки, которые я назвал и для котелка, и для кружки, и для сковородки Это будет одна крышка Хотя мы видим, что вот разный диаметр у сковородки, у кружки Но я вот подобрал такую китайскую тарелочку Вот здесь я уже приблизительно разметил, прикинул, как это должно выглядеть Что получается? Получается вот для сковородки крышка хорошая То есть то, что я уже показал маркером Дальше На кружку это будет просто ставиться вот так вот Сковородка Эээ, крышка, простите То есть это будет просто вот так вот закрываться И на котелок, как я показал, тоже будет вот так ставиться эта крышка То есть такая крышка будет универсальной для всей моей походной посуды Ну и еще об особенностях хочу рассказать Это то, что здесь явно понадобится место для ручки То есть здесь нужно будет выполнить какую-то прорезь А вот этот лепесток, это будет выполнять роль ручки для крышки То есть вот за этот лепесток можно будет брать крышку Но я планирую, кроме того, еще вот этот бортик немножко отогнуть То есть для того, чтобы при накрывании сковородки крышка не сползала Она хорошо лежала на сковородке Как я это планирую делать? В общем-то так же, как я это делал и при изготовлении пиролизно-нержавеющей печки-щепочницы То есть я вот эти все вещи и донышко вырезал при помощи гравера При помощи отрезного камня То есть вот сейчас я буду делать то же самое По вот этой разметке, которая здесь нанесена Буду брать крышку Здесь край завернут, поэтому так туго получается пока Пока идет в два слоя нержавка Но я думаю, что я постепенно все это преодолею Пока отключусь и буду продолжать эту работу А потом покажу результат Вот уже работа движется То есть крышка вырезается Вот вырезка закончена То, что будет будущей крышкой вырезано Это можно отложить в сторону И можно примерить приблизительно, как это будет выглядеть Вот Ну это естественно еще все будет обрабатываться Будут сниматься заусенцы Будет делаться подгиб Для того, чтобы это плотно лежало И не сползало со сковородки Под ручку будет сделан Где-то вот здесь вот вырез Для того, чтобы тоже оно фиксировалось за ручку И это будет сама ручка самой крышки Точно так же она будет работать И по кружке Или так То есть в любом случае она будет выполнять свою функцию крышки При кипячении, нагревании и так далее Ну и теперь я буду продолжать Обрабатывать заусенцы Подравнивать края И планировать, каким образом подгибать И как доводить до кондиции эту крышку Когда она будет готова, я ее опять покажу Вот та крышка Уже готовая Которую мы начинали с вами делать Я показывал, как это делается Из китайской нержавеющей тарелки Как она работает Вот сковородка На крышке имеется вырез Для ручки сковородки То есть вот таким образом Закрывается сковородка Крышка держится вот достаточно хорошо То есть она будет выполнять свою роль Вполне так, как нужно И вот эта часть используется как ручка Для снятия и установки крышки Кроме того, данная крышка получилась универсальной Потому что ее можно использовать И с котелком Вот в таком виде Или в таком виде Также можно использовать и с кружкой Вот в таком виде Либо тоже вот в таком виде То есть крышка универсальная Подходит для всей той посуды Которую я использую в своих походах Выходного дня Кроме того, она является компактной То есть при транспортировке Не будет занимать дополнительного места На этом все Вот такая хорошая крышка получилась Я на этом заканчиваю Смотрите мое видео Можно будет увидеть еще много интересных материалов На этом сегодня все Пока-пока Продолжение следует...